И ему покровить историю некоторые даже здесь и польские некоторые такие богатые люди, которые видели в нем просвещенного такого монаха, который именно может Слово Божье здесь проповедовать. И он проповедовал, он освоил и польский язык, и украинскую мову проповедовал, как мог, и Слово Божье его вольно переводя тексты и приводя им как раз среди казаков. А потом, это событие было конца 16 столетия получается, вернулся он в Африку к себе, служил там, дядя его умер вскоре, патриархом, который был александрийским, африканским. И его избрали на место дядя патриархом следующим, александрийским. Он стал патриархом александрийским из всей Африки. Он перенес из Александрии в Каир, новый город, такой развивающийся такой, тогдашний, значит, крупный город, значит, и вот там была уже, как бы, резиденция его проповедовала. Вот там Слово Божье. И уже будучи в Каире, Кирилл Лукавис, он как патриарх, он пошел на то, на что не шел никто до него вообще. Во-первых, чтобы было проповедовать на понятном людям языке. И он общался с протестантскими пастырями. Откуда там пастыри в Каире? Дело в том, что посольства стран этих европейских, протестантских стран, значит, они были христианскими посольствами. Допустим, посольство Гааги, Голландии, Нидерланды, значит, они так рассуждали, вот эти вот земли протестантские, царства, государства новые такие протестантские, они так рассуждали, что посол страны, да, это как бы лицо страны, представитель страны. И, допустим, люди, да, и высокопоставленные, и разные очень люди в чужой далекой стране, допустим, даже, ну, не было же ни телевизора, ничего, абсолютно, да, время такое было до интернетовая эпоха. Вот, значит, и люди, но люди судили о стране по этому послу, по этому представителю, значит, по, то есть, даже если будет достойный человек, то люди будут достойно иметь представление об этой стране. Если он будет недостойный и будет вести себя недостойно, то и понятно, о стране будет такая уже молва уже. И поэтому они избирали самых достойных, а именно пастырей, проповедников. То есть, все послы Гааги в то время, по всему миру, а это много очень торговых сделок заключалось там и прочее, чтобы бизнес строился на библейских вот таких основах. Вот, и чтобы представителям страны Гааги, допустим, да, значит, голландского этого царства, чтобы был именно, значит, проповедник, священнослужитель, миссионер. И там, где были вот эти посольства этих стран протестантские, да, там были и служения, и собрания, то есть там была молитва, вот так вот, то есть это было очень важно, еще как миссия определенная такая. Не только бизнес, не только там политика какие-то, допустим, да, договора, а вот именно еще и вот проповедь Слову Божьего и молитва, миссия определенная. И вот благодаря этому Кирилл Укарис в Каире общался там с протестантскими пастырями, священнослужителями, вот, и через них он доставал евангельскую литературу, сочинение Кармина, Лютера, вот, сочинение этих отцов протестантизма, да, получается, это было в самом конце 16-го столетия, ну, то есть прошло не так-то по тем временам много времени, вот. Вот. Но реформация продолжалась. И потом он стал патриархом, Кирилл стал патриархом Вселенским в Стамбуле. И вот будучи уже патриархом Вселенским, там, да, он, ну, стал реформатором. Мы его знаем как реформатор именно вот, будучи он патриархом Вселенским, действительно провозносил такие истинные евангельские, библейские истины, вот. Вот эти пять солос, помните, да, вот, пять только. Только Писание, да, мы говорим, вот, только благодать, только вера, только Христос, только Богу слава. Вот эти пять только, они как вот, ну, как направление, как направляющие реформации вообще. Вот. И, по сути, вот этих пять только Кирилл и провозглашал будучи патриархом Вселенским. И это было уже начало 17-го столетия, получается, да, начало 17-го столетия. Вот. И, ну, а что потом произошло, потом, да, он успел издать некоторые вещи. Кстати, Библия на современном тогда греческом языке, потому что Библия была на старом греческом языке, да, но язык менялся уже, и уже для новых греков, будем так говорить, тогдашних, 17-го столетия, во многом кое на речь эту старое греческое было непонятно. Представляете, как меняется язык, да, за, там, столетия, тысячелетия. Вот, значит, и, так вот, и он перевел Библию на, понятно, уже им тогда, тогдашний новый греческий язык. И издал Новый Завет, по крайней мере, потом и вся Библия вышла уже на греческом языке, современном тогдашнем. Вот, Синайский кодекс, одно из таких открытий научного мира, значит, это его тоже заслуга, вот, потому что он был передан, как раз, Синайский кодекс туда, значит, в Европу. Да, ну и самое вот известное, что вот его деяние, да, Кирилла Лукавица, патриарха, это то, что он в 1631 году издал вот это восточное исповедание, называется, христианской веры. Восточное исповедание христианской веры. 1631 год, его жизнь, правда, вскоре оборвалась, вот, он умер мучеником. Дело в том, что, знаете, нашлось много контрреформаторов. Конечно, были друзья, были сторонники, были единомышленники, но нажило на себе огромное количество врагов вообще. Огромное количество. Потому что большинство епископов, в частности, вот, и священников, и греческих, и православных, они не хотели реформ. А Кирилл заявлял, патриарх, следующее, что только Христос. То есть, понимаете, вот, православная система традиционная в то время, да, она греческая, допустим, да, та же самая, она, по сути, замешана была на таком многобожии, то есть, многие посредники к Богу, многие ходатые, там, Богородица, допустим, да, Мария, Богородица святая, там, другие умершие святые, там, ангелы, как посредники, якобы, к Богу. Вот, а Кирилл Лукарис, он очень четко и ясно, и понятно, вот, ну, провозглашал тоже, и в этом исповедании веры он четко это прописал, что только лишь один Христос исполняет функции этого, ну, ходатая, посредника, первосвященника к Богу, и он ссылался на авторитет именно священного писания. Вот, все его эти тезисы, это, кстати, вот, восточное исповедание христианской веры, вот, 1631 года, это для православных нас, да, это то же самое, что для католиков, допустим, вот, тезисы Плютера 1517 года. То есть, получается, больше, чем 100 лет прошло, конечно, но на Востоке тоже прозвучала вот та же самая идея, что только лишь Христос, это как бы, знаете, эффект разорвавшейся бомбы просто-напросто, что невероятно, как это может быть? Только Христос, да. Ведь все православные привыкли к греке молиться разным посредникам к Богу и Благородице, и Святым, и другим умершим, и ангелам. А здесь Патриарх, знаете ли, такое заявляет. Ладно, там, допустим, на Западе, там, ну, Лютер, там, Кальвин, там, Цвингли, там, Минос, Симонс, другие реформаторы, это были, ну, вчерашние простые католические священники, да? Никто из них даже епископом не был, это были священники. Никто из епископов католических официально не поддержал, значит, реформацию. Ну, хотя были поддерживающие, ну, вот так вот, как бы, знаете ли, сочувствующие. Сочувствующие. Их потом даже сжигали, этих епископов. Вот, но в открытую, вот именно когда нам надо было, никто из них не поддержал реформацию. Это потом уже, когда началась контрреформация, то доносы начались, там, значит, вот такой-то епископ, там, значит, там, он сочувствует реформации, значит, высказывается, вот, среди своих, как бы, доносы начались, инквизиция, допросы, и даже казнили некоторых епископов, вот, в Испании, допустим, вот, в других странах, сочувствующих, лютеранству, сочувствующих реформации. Вот, но никто из епископов открытую не поддержал идею реформации. А здесь, на Востоке, православно, получается, не просто даже, ну, епископ, а патриарх. Тем более, надо бы даже африканский. Если бы это все самое провозгласил бы, будучи африканским, там, патриархом, допустим, александрийским, да, вот, не первым по списку, понимаете ли, то даже и это было бы не так, как бы, может быть, ну, как бы, шокирующе. А шокирующе то, что из всех патриархов восточных православных, первый в списке, ну, как бы, как бы, самый, ну, по сути, как глава, что ли. Но нет такого, как на Западе, конечно, руководство единой системы православия. Но все-таки, по чести, он, как бы, первый среди равных, значит, ну, первый. И вот он заявил о необходимости этих реформ. По поводу, значит, икона почитания тоже очень там, знаете ли, так вот, для греков это было просто, знаете ли, как революция какая-то была просто. Это было просто, ну, невероятно. Знаете, он заявил, что сама живопись, вот, иконопись, допустим, да, живопись, что это, ну, угодно, ну, достойное ремесло, достойное дело. Но, говорит, почитание всего этого, это есть идолопоклонство. Он четко это прописывал, как раз, ну, ссылаясь на Слово Божье. Интересно, кстати, а здесь вот интересно есть, с чего этими. Так. Ну, здесь много таких текстов у него интересных. А, вот здесь, что церковь может ошибаться, кстати, да, это вообще было тоже. Как и многобожие, так и идолопоклонство, осуждение, так и вот, вот этой такой ереси, как бы, что церковь не ошибается, когда, значит, да. Любая церковь может ошибаться, как и любой человек. Церковь же из людей состоит. Поэтому может выбирать ложь вместо истины. Вот. Написано у него здесь интересно, что странническая церковь, ну, земная, да, имеется в виду, освящена и научена Святым Духом. Ведь он выступает истинным утешителем, которого Христос посылает от Отца, чтобы наставить верующих на истину и прогнать тьму из души. Ибо не подлежит сомнению, что странническая церковь, вот, земная, да, вот эта, может заблуждаться и выбирать ложь вместо правды. От такого заблуждения нас освобождает только свет и учение Духа Святого, но не смертного человека. Хотя и передаваться они могут усилиями служителей церкви. И ссылки на писание, как раз именно, на примеры из Ветхого Завета и из Нового Завета. И вот о вере пишет здесь тоже. Мы веруем, что человек оправдывается верою, а не делами. Однако, говоря верой, мы имеем в виду то, к чему вера это прилагается, то есть правду Христову, посредством веры достигнутую. Ну, вот здесь, кстати, перевод такой, надо бы сделать перевод такой более современный. о Таинствах церковных, о Крещении, о Евховистии тоже есть. Хорошие такие как раз, сейчас я поблистаюсь до конца, слушайте. Да, в январе, в месяце января, совершено в Константинополе, в месяце января 1631 года. Кирилл Патриарх Константинопольский. Вот, по поводу икон. Что должно думать об иконах? Он пишет здесь. То, должен, имеется, думать, да, чему учит нас Божественное Священное Писание. В нем ведь ясно говорится, не делая себе кумира никакого изображения того, что на небе и вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо мы, дальше он пишет, должны служить не творению, но одному только Творцу, и Создателю неба и земли, и только его одного почитать. Из этого не следует, чтобы мы отвергали такое славное и благородное искусство, как живопись. Более того, мы считаем, что любой желающий правильный изображение Христа наш. Но, однако, ненавистно нам поклонение им и их почитание, как действие, запрещенное Святым Духом, Священным Писанием. И чтобы мы незаметно для себя не стали почитать вместо Творца и Создателя краски и мастерство художника и его творения. Оттого, ну, дальше он завершает уже после условий. Знаете, много других, очистили еще то же самое, там сейчас не буду просто все это время там перечитывать. Кстати, хочу тоже сделать это еще в таком более современном переводе, потому что там такой оставлен, там, ибо, там, я еще немного переводил, сейчас так, вольно. А там такие старые еще, такие слова употребляются. Но сама суть, она ясна и понятна. Вот, конечно, да, были сочувствующие и поддерживающие его идеи. Он первую, вообще в православии, официально, именно церковную первую типографию организовал. Из Европы. В казне Вселенского Патриархата там было, ну, как говорится, кот наплакал. То есть, казна была очень такая, ну, небогатая. Но, представьте, он эти последние деньги потратил, там, не на то, не на сё, не на пятые, десятые, а на типографию. Значит, в Европе специально под заказ ему сделали тогдашний печатный остановок. Это было вообще, впервые в Стамбул доставили на кораблях, смонтировали, мастера там, настройщики, всё, показали, обучили. В эту же оплату входило и обучение, вот, как бы, основам, как нужно печатать всё это, как выливать всё это, как печатать, просушить всё. Это же была технология такая. И вот, заработал печатный станок, и он стал печатать впервые в Стамбуле, значит, вообще на Востоке православном, Библии, Новый Завет, Евангелие отдельно, значит, евангельские трактаты, и вот это, вот это исповедание веры тоже он напечатал на латинском языке, на греческом языке тоже, издал, значит, с комментариями такими. То есть, это, и вот это расходилось по всей, не только Греции, вообще по православному Востоку. И даже на Запад пришли эти книги, значит, потому что на Западе понимали, что, значит, это то, что сейчас совершается в православном мире, это, ну, не просто отголосок того, что произошло в Европе, а это действительно, ну, поднимается волна реформации. Но, к сожалению, недолго всё это продолжалось. В 1638-м уже году патриарха Кирилла казнили. Его казнили, ну, в то время самодержавие было, поэтому без суда, всякого даже формального, значит, по приказу султана турецкого. Он был подданным султаном, ну, и вся Греция была под властью султана турецкого. Константинополь уже назывался тогда Истамбул, и это было, в общем-то, султанат, королевство султана. Вот, и султану точно неизвестно, в чем он руководствовался, опять-таки. Но здесь однозначно есть подтверждение, два источника даже европейских подтверждают того времени, что руку приложили к этому иезуиты, значит, католические монахи, которые при творце султана имели, значит, очень сильное влияние, вот, огромнейшее просто влияние, и, значит, султан, понятное дело, иезуитов держал не просто ради экзотики, вот, были свои у него интересы, значит, в основном интересы бизнеса, значит, потому что султан имел возможность зарабатывать огромные деньги, казна, и так богатейшая казна, но еще больше обогащаться благодаря, как раз именно, связям иезуитов. Вот, но и в ответ, да, и плюс еще, многие подданные султана, они кормились от иезуитов, то есть, ну, коррупция, ему слово, подарки закрывали глаза на очень многое, вот, а иезуиты имели свой интерес, тоже бизнес интерес, но, представьте, реформация была для католиков, для иезуитов, была в православной, ладно там в Европе, они еле-еле с ней справлялись, война была огромная, там и не одна, значит, а здесь еще на Востоке реформация, представляете, поэтому, по сути, папа Римский объявил, вот, патриарха врагом номер один для себя тогда, вот, иезуиты постарались, вот, все свое влияние, используя, повлиять на, значит, султана, там есть разные версии, даже как это все происходило, точно неизвестно, по одной из версий, султана не было в этот момент, вообще во дворце, он был в поездке, и используя этот момент, как раз, вот эти влиятельные лица при дворце султана, они как бы от лица султана, но они не могли это сделать просто от лица, то есть, султан, он был здесь тоже как бы в курсе, но насколько он был в курсе, неизвестно. Одним словом, официальная версия звучит так, что его опвинили в связях с украинским казачеством, но в принципе он это не скрывал, потому что он несколько лет, он трудился здесь, в Украине, ну, когда, вот я рассказывал, да, выше, в Белоруссию, когда он пробирался туда, так полулегально, вот, значит, прибыл туда, там был арестован, и, в общем-то, уже ожидал даже смертной казни, вот, значит, и бежал, каким-то образом, значит, там, и вот снова был здесь, в Украине, в Киеве, и по Днепру проповедовал казачество, да, значит, и, в общем-то, он это не скрывал, но, это было служение его как миссионера, как евангелиста, да, вот, как проповедника, вот, но, вот, нашли повод такой, понимаете ли, и его, без всякого суда, там, значит, его, вообще, привезли во дворец, как бы, на встречу, а на самом деле, это было просто вот такое, ну, даже не судилище, а просто объявили, смертным приговором, не все от имени султана, вот, и удавили его, и утопили в Босфоре, значит, и, потом, его тело обнаружили уже, священники, как раз, искали долго, нашли его тело, и, потом султан, когда вернулся, он вроде как бы, пожалел, что патриарх, ну, это все, опять-таки, пожалел, так, пожалел, понимаешь, понимаешь, не просто там, знатели, ранее, человека, это казнить, вот, тем более, что признал султан, что это все, это были ложные, подозрения совершенно, значит, там, и прочее, вот, и, но, папа римский, конечно, был очень доволен, и иезуиты были очень довольны, что вроде бы остановили, значит, они даже обвинили, иезуиты обвинили, патриарху Кирилла в том, что он якобы печатает на своих этих вот, на станке, там, да, в типографии своей, трактаты против Магомеда, и очерняет ислам, и пророка Магомеда очерняет, вот, и пользуясь этим, они получили, из-за этого разрешения на то, чтобы полностью уничтожить печатный станок и типографию, вот, поэтому, значит, станок тоже уничтожили, типографию уничтожили, полностью придали огню, значит, полностью сожгли, казнили тех, кто печатал, хотя потом выяснилось, что ничего такого они не печатали абсолютно, то есть это все были, ну, просто с потолка взятые, знаете, обвинения совершенно голословные абсолютно даже, но вот такой был очень скорый и несправедливый суд, такой был у султана, вот, и патриарху казнили, и казнили там другие священнослужители, и плюс еще этих рабочих, которые печатали типографию, значит, и сам станок уничтожили, вот такие начались репрессии, это все события, я вам рассказываю, 1638 года, вот такие были времена, ой, вот так вот, и, знаете ли, а, кстати, а когда, через несколько лет, там, через пару лет только, когда, вот сюда, в Украину дошла новость, вести тогда распространялись очень медленно, знаете ли, вот, что казнили султана турецкого, ну, через полтора года уже огласили, здесь уже, в Киеве, официально, вот, то даже казачество объявило, значит, как-то траур, представьте, значит, потому что они помнили, вот, то, что патриарх Кирилл, еще, будучи простым священником, да, потрудился среди казаков, проповедовал, потому что не так-то много было священников, которые, именно, среди казачества бы, жили и проповедовали, понимаете ли, одно дело, в храме служить, и быть при храме, ну, служителем, да, и когда на праздники, на служение люди приходят, приходят, а другое дело, быть, вот, как миссионер, как вот, именно, ну, сейчас, как называют, кабелан, допустим, да, вот, который идет и трудится, вот среди людей простых, вот, поэтому его помнили, вот так вот, вот, ну, а время такое было очень лихое, конечно, непростое, очень даже, вскоре началась такая, началась смута, вот, и Богдан-Хмельницкий, там, то есть, события были такие, очень-таки драматичные, здесь тоже, в Украине, в то время, кстати, вот, но, Господь, вот, знаете ли, с одной стороны, конечно, да, Кирилла казнили, да, и, с реформацией, как считали, было покончено, но, кстати, следующим патриархом, после патриарха Кирилла Лукариса, избрали другого патриарха, по-моему, тоже Кирилл его звали, могу сейчас, не точно сейчас сказать, по-моему, Кирилл, да, тоже, значит, патриарх Кирилл, значит, но контрреформатор, совершенно другой, он был из города Берия, Берия, это Бейрут, не, не что, Бейрут, из Бериярута, да, так его и называли, Кирилл Берия, у нас Берия обычно ассоциируется, как бы, знаете, Ежов, Берия, Сталин, с репрессиями, да, вот, значит, вот такой Берия, как раньше говорили, да, товарищ Берия вышел из доверия, и товарищ Маленков надавал Матиньков, вот, значит, но, а этот, значит, такой был Кирилл Берия, значит, он, значит, из Бейрута был, значит, и он был, как раз, именно, возглавлял фракцию всех обиженных, недовольных, как бы, реформацией, и контрреформацией, то есть, все, кто хотел, как бы, ну, самая мягкая смертью, значит, патриарха Лукариса, значит, и идея реформации, и как раз он, этот Берия, он стешкался, как раз, очень хорошо с этими, вот, с иезуитами, вот, вот, и, значит, и его, вот, протеже, значит, пробинули, значит, в патриарху, султан утвердил его сразу же, вот, потому что, то, что иезуиты подавали его на стол, он, султан сразу подписывал, там, пониматели, настолько все было, в общем, так вот, ну, политика, да, религиозная политика, и такая политика, мамона, но, знаете, с другой стороны, все-таки, слава Богу, что, пусть это было недолго, но голос евангельский в православии прозвучал, на самом высоком уровне, на самом высоком уровне, и, кстати, когда патриарха Кирилла, вот, значит, казнили, да, и пришел новый Кирилл, этот Берия уже, так вот, совершилось такое, неслыханное вообще в истории православия, такого не было прецедентом, ни до того, ни после того не было вообще, похожего случая, что после его смерти, Лукависа, да, Кирилла, собирались соборы, поместные, ну, они всегда собираются, какие-то соборы, но такого никогда не было, чтобы четыре собора подряд, там, на протяжении, там, ну, почти столетия, всего, да, 17-го, да, до самого конца 17-го столетия, четыре собора подряд, греческих, на своих заседаниях, торжественно осуждали учения Кирилла Лукависа, проклинали и осуждали, проклинали всех, кто будет даже интересоваться сочинением его, значит, и продолжать его деяния, такого никогда не было, один собор, ну, максимум два собора, чтобы какую-то ересь там проклинали, и осуждали, но чтобы четыре собора подряд, там даже ученые говорят, историки, это вот впервые в историях православного христианства, точно, однозначно, впервые, вот, такого никогда не было, и сегодня, знаете ли, некоторые, допустим, находятся такие горе-историки, что говорят, что Кирилл Лукавис, это якобы не его сочинение, хотя есть его автограф, значит, там, хранится в Амстердаме, значит, один из экземпляров, сохранившийся вообще того времени, хранится в Амстердаме, значит, и с автографом автора даже, вот, но, хорошо, даже если этим документам не верят, все, вот, говоря, что это, мол, подстава, мол, протестанты, мол, издали книгу, и подписали ее просто именем Кирилл Лукависа, не мог же православный патриарх, вот такие ретикальные вещи реформаторские писать, но, это как раз, все православные признают, и греческий православный вселенский патриархат современный, все признают, что это сочинение Кирилл Лукависа, единственное, кто не признает, это патриарх Кирилл Гудяев, и московский патриархат, нынешний, но я обычно с пещенником московского патриархата, говорю, братья, посмотрите, говорю, хорошо, если вы не верите, но уж поверьте, отцам соборов, четырех, последующих, поместных соборов, там что, дураки собирались, если четыре собора подряд, авторитетные были, с точки зрения московского патриархата, авторитетные были отцы церкви, значит, председателями этих соборов, уважаемые, заслуженные люди, хорошо, вот, а что, они, получается, тоже боролись, как Дон Кихот, с ветряными ветряными мельницами, что ли, боролись? Нет, они реально боролись с реальной угрозой реформации на Востоке, на протяжении всего 17-го столетия, до начала 18-го века, вот это да, так что так, даны господа, ну ладно, так, это как бы, получился такой сильнаг, импровизированный, слава Богу, оно все нужно, слава Богу, так, и, то, с чего начинал, вновь, это как раз и прочту, из Божьего Слова, так, из Божьего Слова, послание к Римлянам, и так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего, Иисуса Христа, через Которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждой славы Божьей, аминь, вот так вот, то есть, спасение наше, да, мир с Богом, это не, ну, не через Богородицу, не через Его Маму, да, не через других святых, не через кого, нет, спасение и мир с Богом, только лишь через Господа Иисуса Христа, вот, и, знаете ли, некоторым, тоже, священнослужителям, моим вчерашним коллегам, я говорю так, что, вот, написано же, что, ибо един Бог, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, знаете, на это место писания, как раз, и Кирилл Укарис тоже, совался как раз, тоже, вот, утверждая единственное посредничество Иисуса Христа, вот, доходит до того, что некоторые, ну, пару, таких было инцидентов у меня, происшествий в разговорах, пару моментов, когда священнослужители православные, мне говорили, мои вчерашние коллеги, ну, мало ли, что написано где, вот, вот, там же, у Павла бывает, что, что-то, там, Пепр же пишет, что-то нечто неудобо-вразумительное, вот, как бы, стоп, 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 как раз это, вразумительно все написано, и, я, опять-таки, открывал уже другое местописание, из Евангелия Теана, говорю, хорошо, если Павел не указ, вам говорю, вот, а, значит, сам Иисус Христос указ, вот, он-то прав, у него-то все вразумительно, вот, а сам Христос, как сказал, Евангелия Теана, 14,6, да, я есть путь, истина и жизнь, никто, он подчеркивает, не приходит к Отцу, как только лишь через меня, то есть, через Иисуса Христа, слава Богу, поэтому, реформация, ре, именно, формация, да, в отличие от де-формации, реформация, это восстановление, деформация, это деградация, вот, до 1517 года, да, до Лютера, была эпоха, многовековая такая эпоха в истории христианства, которую можно назвать так, эпоха великой деформации мирового христианства, на самом деле, тысячелетняя история была великой деформацией, смешания с языческим, с оккультизмом, отступления, деградация церкви, но, в 1517, началась великая, вот, эта реформация, эпоха великой реформации, и вот, слава Богу, что и на православном востоке, ну, как бы, пусть не так это широко, но, тоже прозвучало, по крайней мере, прозвучало, знаете ли, вот, и я думаю, что, вот, сегодня, Господь, да, благословит нас, и думаю, с Нимой благословит нас в труде, во имя Господня, и во имя Иисуса Христа, помолимся, друзья, вот, то, что сейчас прозвучало, все это, многое, конечно, что прозвучало, но, пусть Бог благословит нас, во имя Господня, и, пусть Бог благословит церковь свою, Отец, сущий на небесах, благословен Ты, Бог наш, благословен Господь, благодарю Тебя, Боже всемогущий, за победу Твою, на Голгофском кресте, за победу Твою, Господь, за воскресение Твое, слава Тебе, Боже наш, благодарю Тебя, что Ты создал церковь свою, и врата ада не одолеют ее, Ты созидаешь свою церковь, и врата ада не устоят перед ней, не могут устоять перед церковью Твоей, потому что Ты, Господь, среди нас, потому что Ты, Господь, в нас, верующих, И среди нас верующих. Слава Тебе, Боже, наш за все. Благослови, Господь. И сегодня, Боже, как сказано в Слове Твоем, в постальнике евреям, Боже, мы поминаем наших наставников, мы вспоминаем сегодня добрым словом тех, кто проповедовал нам Слово Божье, кто нес евангельское Слово, Господь. Боже, порой рискуй своей жизнью, Господь, просто наперекор всему, Господь, Боже, но распространял Божье Слово Твое, был проповедником правды. Господь, сегодня я воспоминал, Господь, своими братьями и сестрами, патриарха Кирилла Лукариса, Боже, и других братьев вспоминали мы сегодня, Господь, и западных, и восточных реформаторов. Боже всемогущих, Боже всемогущий, благослови, Господь, нас, благослови, Господь, Боже, нас, вспоминающих, тех, кто проповедовал Слово нам Божье, и взирая на кончину их жизни, мы подражаем их вере, Господь, потому что веруем, Господь, что Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же самый. Слава Тебе, Боже наш, благослови нас, Господь, сегодня, Боже, в этом 21-м столетии, Боже, в реформации этой, Господь, спустя пять столетий, со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства, в эту эпоху Великой Реформации, благослови народ своим миром. Боже всемогущий, пусть сегодня евангельская весть, она озвучит, Господь, и здесь, в Киеве, по всей Украине, Господь, и по всему лицу земли, Боже наш, пусть святится имя Твое Святое, Господь, в нас, верующих, Боже, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь, благослови нас, Боже, благослови Церковь нашу, Боже, даже в самом названии Божьем мы именуемся как реформатовская православная Церковь, Твоя, Христа Спасителя, Господь, Боже, Боже, Твоим именем нарекшийся, Боже, благослови, Господь, евангельское такое православное наше братство, Боже, служение реформаторское, евангельское, Боже, православное, благослови, Господь, потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобою мы сможем сделать все, слава Тебе и хвала, Господь, пусть имя Иисуса высияет, Господь Божий, и в православных храмах, звучит Слово Твое, Господь, в православной культуре, традиции, пусть звучит евангельская весть, Божья, спасающая весть. Слава тебе, Господь! И пусть, действительно, как сказано, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь множество душ в эти последние дни, Господь, имеет мир с тобой через Господа нашего Иисуса Христа. Слава тебе, Господь! Господь Господствующий, Бог богов! Благослови нас, Господь! И благослови, Господь, всю православную церковь, разные юрисдикции, конфессии Божьей, динаминации, протестантские церкви, различные католические церкви. Боже, пусть, Господь, Боже, величаемо и прославляемо будет имя Христово, имя Иисуса Христа. Пусть будет величаемо, Господь, во всех собраниях христианских. Господь! Потому как церковь в эти последние дни, Господь, да взывает, как написано в Деяниях, что то, о чем говорили первые ученики, ту же веру евангельскую, апостольскую, да исповедует, что ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Боже всемогущий! И пусть церковь этого времени последнего взывает то, что сказано и в откровениях Иоанна Богослова. Боже, пусть в Твоем откровении сказанное слово, оно сегодня будет словом церкви, Господь. Гряди, Господь Иисус! Возвращайся, Господь Иисус! Слава Тебе! Боже наш! Благостови, Господь! Во имя Иисуса Христа! Аминь! И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа прибудет со всеми нами! Аминь! 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 Слава Богу! Да, присядьте, друзья, тоже, братья, сестры, и привезте гитару, как сегодня сможем спеть, да? Да, сможем. Прославим Господа!